привет мои солнышки у нас обед и детки спят после массажа у меня получилось искупаться и даже получилось накрасить ногти при стих порядок и накрасить естественно тот же самый цвет как всегда самый светлый пастель 53 номер нанесла на руки и на ноги нанесла вот этот вот флор моровский 363 сейчас кремики нанесу на лицо корея кожу стянулась у меня очень сухая кожа я прям не могу без кремов раскробировала сначала чистой линии обязательно никогда я принимаю душ я практически всегда скрабирую погода сегодня классная сегодня у нас был седьмой день массажа дочь велась бы отлично там массаж и сынули капризничает надо быстро 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 сделать уход потому что мне еще надо приготовить супчик дети не знаю какой буду готовить посмотрю в интернете какой-нибудь рецепт и что-нибудь овощное конечно же я так сказала что-нибудь овощное как будто они мне все время на мясном вчера давала тыквенам суп из тыквы и из мяса фарш из говядины был поели аллергии никакой ни у кого нет хорошо сегодня дам наверное что-нибудь приготовлю из кабач кабачок цветная капуста брокколи что-нибудь из этого нужно это все они уже ели это у них аллергии нет на кабачок че-то по моему было один раз посыпал потом быстренько прошло на кабачок подставляется шею не забывайте девочки не забывайте мои хорошие шею так все мне уже пора красить волосы времени времени нет да и краски у меня нет надо купить краску крем для рук как же без это здесь ожог у меня здесь еще что-то не знаю где что откуда я же все делаю очень быстро потому что двое детей ждать не будут пока мамочка будет медленно на кухне там возиться быстро-быстро все делаешь и тоже кто царапин еще что-то все там волосы побрызгаю я сразу термозащита и присты брала в россии в турции вот этой марки нет по крайней мере я не видел термозащиты я делаю не каждый раз через раз через два нанесла расчесала чем я помыла сегодня волосы часто бывает вопрос про мой уход за волосами нет у меня такого ухода помыла шампунем мальзамом потом какой-нибудь маской и все особого ухода у меня девочки нет сейчас я покажу чтобы некоторым помыла сегодня вот вот этим шампунем я помыла честно скажу я им не очень довольна не очень довольно он относительно дорогой этот шампунь не дешевый сейчас я не помню точную цену его мне например чтобы помыть этим шампунем волосы нужно три раза мыть а другими шампунями его один максимум два раза этим три раза не меньше маска была вот это эстель она мне нравится очень тоже из россии мне еще новая баночка такая же есть зулечка тоже любит эту маску это она мне и порекомендовал ему обе пользуемся одной и той же маской брови расчесать обязательно брови подстригаю я вот этими вот ножницами как я это делаю но сейчас мне нечего подстригать вот так вот расчесываете наверх где-то я видео уже показывала и вот лишнюю часть вот так отстригаете обязательно гигиенечка кубы сухие и пойдем с вами на кухню надену мужа тапки потому что ногти должны до конца просохнуть кстати я сегодня не взвешивалась интересно для тех кто спрашивает зачем каждый взвешиваться нравится мне этот процесс о 66 и 7 видите тяжелый халат как я себе нашла оправдание что мы будем делать на кухне на кухне что-нибудь будем делать сейчас поставлю чай чайник точнее мне всегда нужна бывает кипяченая вода для виды для деток когда готовишь печеная вода нужно и дальше буду думать какой супчик приготовлю вообще девочки у меня к вам просьба набросайте рецептики супчиков вот для деток для до года такие легкие которые быстро быстро готовятся с подручных средств я буду вам всем благодарна снимаю не комментирую а то когда я комментирую он перестает играть и смотрит телефон и и и и Доча спит, она уснула на папе. Папа уже часа три не может шевельнуться о том, что встать и речи быть не может. Вот, представляете, три часа человек лежит на диване. В кровати доча так не спит. Пусть это надолго, по-моему, дискотека у нас. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы дома, как обычно. У нас был массаж. После массажа сынуля поспал два часа, доча поспала полчасика. Потом они проснулись, поиграли, поели и так далее. И дочь снова уснула. А вот это чудо спать не собирается. Он хочет играть, он хочет мамин телефон, он хочет тапочки домашние, он хочет обувь, он хочет пульт, он хочет всё, что нельзя таскать в рот. Да, вот так у нас теперь проходят дни. Да, мамин? Ты что-нибудь хочешь сказать зрителям? Сегодня, по-моему, был восьмой день массажа, я уж точно не помню, седьмой или восьмой. Что? А ну скажи, мама. Скажи, мама. Сегодня он когда нервничал, когда злился, когда ему делали массаж, он жаловался. И жалобно смотрит на меня, плачет, ну как плачет, прям, ноет и так, мама, мама, мама. Первое это заметила массажистка, она мне говорит, ну мама говорит. И потом я прослушала сам, он говорил, мама, мама, мама. Прям мама он не говорил, но мама, мама вот эти звуки выговорил. Было приятно. Пупсик, мама, хочу мороженое покушать. Давай, мама, мороженое покушай. Ну давай. А тебе хлебушек нам погрызть? Или банан? Не, банан мама сегодня давала тебе уже. Сегодня мы ели овсяную кашу, я добавила им туда бананчик. Пупсик, доча ест очень хорошо при корме, маршаллах. Сынуля тоже ест, но не так хорошо, как она. Он чаще, он меньше ест, чем она. Она доедает прям всю порцию, всегда до конца. И супчики она хорошо ест, и кашки она хорошо ест, и фрукты. Все ей нравится, молодец. Он тоже ест, но не до конца доедает. Да, Пупсик? Рубрика, что на ужин? Сегодня на ужин опять плов. Да, да, плов. Вы знаете, даже когда Зулечка готовила, у нас всегда улетал плов. Остальное так. Тоже ели, конечно, но как плов мы не ели ничего. Плов всегда у нас заканчивался, никогда его не остается. Мы любители. Вот сейчас тоже буду готовить. Все пока жарится. Здесь сварила овощи. И на супчик пять детей. Доча там капризничает. Я ее брала сюда, сажала в стульчик, чтобы она посетила со мной. Нет, она капризничает. И отнесла туда в комнату там капризничает. Сынуля спит. Ну, капризничает, не капризничает. Готовить-то надо все равно. Ну, главное, что она не плачет, она так ноет. Внимание к себе привлекает. Вот сейчас вот. Вот так прошел у нас сегодня день. Впрочем, как и все остальные. Да. Плов буду готовить из вот этого. Я не знаю. Я каждый раз покупаю какой-то польцент. На этот раз у меня вот этот. Эй, все, у меня сказка. Балду. Какой есть, из такого риса я их готовлю. Иногда беру его на развес в любом магазине, из него готовлю. Что в доме есть, из того и готовлю. Мне не принципиально. Ой, мне нужен именно вот такой вот рис. Ну, абсолютно. Иногда бывает, конечно, желание приготовить из длиннозернистого. Ну, тогда я ищу именно приннозернистые риса. Так, разницы нет. Наелась, да ты? Наелась, можно теперь играться даже. Да? Кушай, кушай, доедай, давай. Будешь через 15 минут опять просить. Кушай. Аслан, ты чем занят? Ты сильно занят, Аслан? Не можешь посмотреть на маму? Нет? Пупсик. Пупс. Пупсику некогда. Ну, посмотри на маму. Нет? Ну, вот. Ну, что такое? Оторвала мама тебя от дел, да? Ну, прости. Мама не хотела. Не хотела, мама, тебя от дел отрывать. Нет. Он капризничает. Сихра кушает. Так и живем. У мамы плов готовится. Я тоже голодная. А? Что у тебя не получается? Что не получается? Ты уже сидеть не хочешь даже. Он хочет уже вставать, а у него не получается. Он злится. А ты чем занимаешься? А? Наелась? Она вот так переворачивается, когда кушает, и отрыжку пускает на животике. Да? Ты наелась? А? Пупсик, наелась ты, солнышко? Наелась. Аслан, ну ты объяснишь, что произошло? У нас с ним беседа. А, вертихвостка. Как снимаю, надо вылупиться в камеру. Да, вылупись, вылупись. Ты что? Кушай давай, кушай. Язык показывать не обязательно. Все, на шоке что-то искал? Нет? Нет? Ну ты маме объясни, что ты ищешь. Тогда я тебе смогу помочь. Он встать хочет. Встать хочет. Сейчас, мама, тебя подниму, подниму. Все, все. Все, мама поняла, поняла. Поняла. Ты встать хочешь, да? Хочешь встать? Да? А пока не получается, да, у тебя? Ну что, недолго осталось, солнышко. Да, сейчас мама тебя подниму.